Приветствую вас. Хочу вам рассказать про большую депрессию, которая была в 30-е годы в США, да и в мире в целом. Заодно, чтобы посмотреть, что же там произошло, и заодно в Украине сделать надлежащие выводы. Обращаю ваше внимание, что несмотря на то, что написано громадное количество книг, всяких исследований, нет однозначного мнения, когда эта депрессия закончилась. Есть как бы понятка, когда она началась, а когда закончилась, нет. Считается, что Великая депрессия началась в октябре 29-го года и с краха на фондовой бирже США. Я вам напомню, почему это произошло. Я в одном из видео рассказывал. Смотрите. До Первой мировой войны вообще была такая ситуация, что рабочие фермеры были довольно бедные. То есть они не были клиентами банков. Да, банковские депозиты уже существовали, но банковские депозиты кто размещал? Ну, размещали, естественно, фабриканты, капиталисты. Если мы говорим Европу, это духовенство, князья, владельцы земли, латифундисты большие. То есть была элита, которая размещала деньги в банках и депозиты. Это было в 19-м веке, в 18-м. Рабочие же. У них никогда денег не было. Они были нищими. Но после Первой мировой войны в США сложилась такая ситуация. По-многому благодаря тому, что США в войну-то ничего... Ну, как бы она участвовала, войны-то на территории США не было. И так как Европа была вся развалена, плюс еще Октябрьская революция, плюс там хаос, США разбогателы. И американские капиталисты начали так много платить американским рабочим, что у них начались излишки денег. В прямом понимании, это было чудо. Никогда до этого не было в рабочих фермеров излишек денег. А тут появились. В результате рабочие начали размещать в банках депозиты. Действительно, довольно активно размещать. Мало того, оказалось мало, рабочие, рабочие, которые до этого начали покупать акции. Вот тогда и начался вот этот знаменитый фондовый бум, когда, грубо говоря, действительно некоторые акции росли в цене каждый день. Вы сегодня покупаете за доллар, завтра продаете за два доллара, за три. Это было невероятно. Ну, понятное дело, что вот эта вот игра с акциями, тем более, что тогда как раз появилась маржинальная игра. Маржинальная – это предполагается то, что вы можете продать сто акций, но это стоит тысячу долларов. Вот в вас сейчас есть сто долларов. Вы платите сто, а продаете тысячу. За расчетом, что потом купите, вот такая вот игра, вот эта красота появилась. Понятно, что это очень рисковая вещь. И вот она была очень популярна. И в 29-м году дошло до ручки. То есть, грубо говоря, этот пузырь фондовый надулся, хоп, и накрылся. В результате очень многие люди потеряли деньги, абсолютно реально потеряли. Потому что, скажем так, были акции, которые перед кризисом стоили 100 долларов, а после кризиса стоили 1 цент. То есть, представляете, сколько человек потерял. Все. И действительно, такое произошло. Это как бы первый удар. Но есть струйеры, что нет. Это важно, но это не главное. Все-таки более главная другая причина, что тогда был золотой стандарт. И в результате того, что было золотой стандарт, эмиссия денег была ограничена. Доллар. И вот эта эмиссия доллару привела к тому, что в США началась наблюдаться дефляция. То есть, денег не хватало. Продукция растет, производство растет. Америка развивается, а денег-то не хватает. Понимаете как? В результате цены, вместо того, чтобы росли, начали падать. Вот когда Кейнс это всегда критиковал, что это плохо, надо было делать эмиссию, эмиссию. Понимаете? Но опять же, это как теоретика критиковала. В результате действительно этой ситуации считается, что один из факторов, который провел великая депрессия, это не фондовый рынок. Не обращай внимания. А это золотой стандарт. Вот такая ситуация. Третий доллар. То есть, я говорю, тут мнение сколько угодно. Федеральная резервная система США плохо сработала. Сейчас объясню. Смотрите. И в то время Федеральная резервная система США имела возможность помогать банкам. То есть, когда у банка возникает проблема, она их кредитует. Я вам когда-то рассказывал, учетная ставка. Слово учетная ставка. У нас банка сейчас тоже есть наша. И тогда учетная ставка предполагалась как? Что любой банк обращается в Федеральную резервную систему, отдает свои векселя, и под них получает деньги. И за счет этих денег проплачивает текущие платежи. И вот когда, даже не в 29-м, сначала фонда, а потом действительно. Ведь, понимаете, когда фондовый рынок завалился, население побежало забывать деньги из банка. Сами понимаете, что случилось. Правильно. И в банке возникла проблема с ликвидностью. И Федеральная резервная система сказала, что денег не дам. Все. И тогда действительно, где-то половина американских банков закрылась. Что вам напоминает это? Вот по этому причине, почему МВФ так любит проводить пример. Видите, вот надо делать как в США, там сработало. Хотя, по большому счету, в те времена население потеряло 2 миллиарда долларов. И сейчас даже пересчитать сложно. Ну, сложно пересчитать, потому что, не забывайте, что тогда доллар США, это была зарплата. Понимаете? Платили там 5 долларов, 10 долларов. Это 2 миллиарда населения потеряло банковской вклады. Вот видите, получается, что они советы нам дают. То есть, такие, которые были во времена Великой Депрессии. Сработали. Ну, есть еще некоторые там факторы, связанные с тем, что очень быстро росло население. И оно подорвало экономику. То есть, четвертый фактор, что население росло, но негры не имели достаточно права. Это возникало противоречие. То есть, выбирайте любую гипотезу, можете начитаться больше. Еще раз, нет однозначно мнения. То, что кризис начался, факт. То, что действительно рынок, скорее всего, был перегрет, факт. Виноватый здесь больше фондовый рынок или золотой стандарт, сложно сказать. Но это действительно ситуация. А теперь смотрите. Когда начался кризис. Вот, я говорю, 20... Ну, фактически, конец 29-го. 30-й. В 30-м году ввели ограничения на импорт. То есть, боролись с протекционистскими методами. Посчитали, что если поставить импорт, экономике США будет хорошо, будет замечательно. Экономика США упала почти на 9%. Абсурд, абсурд. Потом 31-й год. И еще падение. Выросла очень сильно безработица. Ну, здесь связано с тем, что, понимаете, началась цепная реакция. То, что, еще раз повторяю, вот это совет глупой МВФ. Начали закрываться банки, а сразу закрываться бизнес. Ну, что произошло? Произошла эта ситуация, что предприятие, которое обслуживает банк, как разорилось. Банк разорился, предприятие разорилось. Безработица, ну, по американским меркам, тогда выросла до невероятности. Но сначала она выросла до, по-моему, 15%. Это было очень. Действительно, вот 30-й, 31-й год, это года эксперимента. Потом пошел Рузвельт. Вот здесь, смотри, какая ситуация. Есть масса мнений, которые говорят, что в 33-м году кризис закончился. Есть масса мнений, которые говорят, что ничего Рузвельт хорошего не сделал. Кризис закончился в 45-м. И закончился не потому, что Рузвельт сделал реформы, а закончился потому, что опять же началась Вторая мировая война. США на этом заработало больше всего. Людмитей заработал военные заказы, плюс различное там участие. Они же и немцам торговали, и эти там. Все было. И результаты действительно на этом заработали шикарно. По этой причине считается, что реформы Рузвельта, так скажем, давайте я вам расскажу, что же он делал, как делал, и может действительно стоит. Ну, во-первых, что взял Рузвельт? Он сделал то, что в Украине давно есть. Фонд гарантирования укладок из лица. В США такого не было, он это внедрил. Потом он внедрил государственный пенсионный фонд. У нас тоже он существует. Он ввел фактически пенсии. Да, это пенсии не было. Потом он сделал комиссию по ценам банка. У нас есть комиссия по ценам банка, так что еще раз одно дело, это смысл нет. Разделили банки. То есть сделали отдельные сонные банки и коммерческие. У нас они давно разделены. У нас есть торговцы с ценой бумагой. Он не банк называется, торговец с ценой бумагой. А есть просто коммерческий банк. То есть, как видите, многие реформы, которые он делал, вот в Украине, давайте, а чего делать-то у нас и так сесть. В том, что он сделал. Помните, вы постоянно, вот эти общественные работы, общественные работы. Я считаю, это ошибка. Сейчас объясню, почему. Да, действительно, начали активно строить дороги, привлекать для этого безработных. Но! Госдолг. Госдолг в США вырос до невероятности. Потому что, чтобы финансировать эти все работы, надо было, чтобы делать правильно, миссию, 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 миссию. В результате провели впервые за всю историю доллара, девальвацию доллара. То есть, содержание золота. Все-таки золотой стандарт остался. Два раза девальвировали доллар. Люди, грубо говоря, в два раза потеряли деньги. То есть, цены. Муфляция выросла сумасшедшая. Но в результате, вот, Рузвельт гениальный. Ничего не гениального. Некоторые считают, что если он это не делал, то кризис закончился быстрее. Я тоже считаю. Потому что эмиссия ничего хорошего. Вот эта эмиссия на строительство дорог ничего не дала. Это пустая трата денег. Но! Правда, не он, а его предшественник Гувер сделал хорошую вещь. Он запустил ипотечное кредитование. Вот то, что я постоянно говорю. Ипотечное кредитование. Что? Делал соответствующую структуру. Там банк назывался ипотечный. Который давал льготные кредиты. Только на ипотечные стоимости, только на население. В результате, стройка начала развиваться. Население начало иметь свое жилье. И вообще, после этого, как бы, такой рывок пошел. Америка начала одноэтажно. То есть, когда американцы начали иметь свое жилье. До этого... Обращаю ваше внимание, что через 40 лет, через 40 лет, это действительно оказалось правильным. За 40 лет все выплатили. Америка оказалась за колоссальной страной, где удачно решен вопрос ипотечное кредитование. Вот такая ситуация. Так ипотечное кредитование, конечно, хорошая. Ну, единственное, что под конец сообразил Рузовет, это действительно начали поддерживать банки. То есть, финансировать банки. И действительно, когда сначала половина банка угрохнулась и там ждали, что делать, а потом действительно реанимировали банковскую систему, финансировали и банк-система оживала. Что еще такого он сделал? Ну, это абсолютно ошибочное решение. Он фактически ввел социализм. Что это означает? Ну, там заключали так званые соглашения с бизнесом. В результате которого жестко регламентировали минимальный зарплату. Запретили забастовки. Но регламентировали квоты, цены и так далее. То есть, сделали такой социалистический срез. Но, слава богу, удалось быстро от этого сдыхаться. Объясняю почему. В 1933 Рузовет встает президентом. Внедряет вот эту глупость. В 1937 громадный кризис как шарахнет по экономике США. Он понял, нельзя. Социализм это глупость. Вот мы не делим. Вот мы не делим. И потом, если вы помните, вот как раз остаток своей власти. Рузовет, наоборот, боролся из монополии. То есть, если до этого он строил социализм, то тут наоборот. Ну, если помните, было действительно создан антимонополия. Антимонопольный комитет, на их понимании. И тогда, действительно, даже некоторые корпорации заставили поделиться. То, чтобы, ну, расширить, чтобы сделать конкуренцию. Вот это сработает. Видите как. У нас есть антимонопольный комитет, но не работает. Вот так вот получилась ситуация. Что касается, еще раз говорю, выхода с кризиса. Мнения разные. Одни считают, что рынок вывел с кризиса, что да, это вот переколошматилось. И на каком-то этапе рынок вывел. Есть мнение, что с кризиса вышел, потому что Рузовет отменил свой закон. Может быть. Доходы бюджета выросли. Фактор, который мне больше всего нравится, я считаю, главный. Это, действительно, то, что начало Второй мировой войны. А США, будучи в стороне, на этом заработает. Ну, и четвертый фактор, что я бы сказал. Ну, понимаете, кризис вечно не бывает. Да, действительно, кризис ударил. Действительно, обесценил деньги, однозначно. Обесценил доходы. Колоссальная безработица. Все было. Но уже, я так понимаю, после 1937 года, да я думаю, даже в 1939 году, уже все, что можно развалиться, развалилось. Начали создавать с нуля. То есть, грубо говоря, с 1929 по 1939 США все разваливали. А после этого начали строить с нуля. Мне не нравится вот эти 10 лет. Ну, чертовски не нравится. Получается, что если в Украине сходить с такой точки зрения, то нам еще 7 лет все разваливать. Потому что советы, которые дает МВФ, такие же самые бредовые. Абсолютно. То же самое. Понимаете, они берут пример Большой Депрессии и говорят, видите, как сработало. Говорят, идиоты. У нас на дворе не 20-е годы прошедшего века. Давным-давно уже, скоро 20-е годы, 21-е. Нет, там сработало. Что сработало? Совершенно другая модель. Совершенно другие деньги. Нету ни золотого стандарта. Сейчас международная торговля под ромбовство. Да нет, видите, в США это сработало. Ух, бредятина, конечно. Но, к сожалению, пока дают МВФ, глупые советы слышать. Потому что, еще повторяю, то, что если ФРС в свое время спасло банки, то экономика бы не рухнула. Ну, глупость. Если бы не выделили вот эти процессы низкие запреты, я тоже думаю, что проблем бы не было. Ну, попытка, давайте, порулим за счет суставов. Сударство неэффективное банки. Плюс ко всему, с моей точки зрения, вы хотите, чтобы действительно было уменьшено безработных, вот как раз пиджиклитовали. Вот это реально. Вот это нужная вещь. Остальное лучше не мешайтесь. Да, ну там, конечно, развивали бизнес. А, еще ввели большие ограничения для фермеров, ну, чтобы, скажем, сбалансировать цены на продукт питания. Ну, это такой небольшой работой. Вот такая большая депрессия.